Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виолетта Ефименко. 20 февраля страна отмечает Всемирный день социальной справедливости. Праздник направлен на искоренение нищеты, обеспечение занятости, достойный труд и улучшение благосостояния окружающих. А какие события произошли в городе и регионе, смотрите далее в выпуске. Карантин в школах, замену лифтов и другие вопросы обсудили на совещании у главы города. Осторожно! Банковские карты под прицелом мошенников. Ваша карта заблокирована и для связи необходимо созвониться по телефону, как правило, это 8 800. Что было сделано? В администрации подвели предварительные результаты по уборке снега. Только совместная наша работа, в том числе и работа нашей общественной организации, нашего волонтёрского движения, может обновлять подлинный результат. А теперь об этих и других событиях подробнее. 70 жителей Угры трудоустроились на новую лесопилку. Открыть производство в Смоленском райцентре решили на экономическом форуме во Владивостоке. Сейчас новая лесопилка производит 200 кубических метров доски всего за одну смену. Выпускаемая продукция поставляется в крупнейшие деревообрабатывающие компании и фирмы, которые производят мебель. Большое внимание лесопильное производство уделяет и лесовосстановительным работам на вырубленных территориях. Разработчики планируют в ближайшее время сделать производство безотходным. 19 февраля в администрации Десногорска состоялось плановое оперативное совещание. Руководители ключевых подразделений города отчитались о своей работе за неделю. Подробности в сюжете. Отделение скорой медицинской помощи ещё раз напомнило о карантине. Количество заболевших ОРВИ по-прежнему растёт. Спад заболеваемости не наблюдается. В остальном, инфраструктура города функционирует в нормальном режиме. Продолжаются работы по программе капитального ремонта. Производится замена электрооборудования в многоквартирных домах первого и четвёртого микрорайонов. Запланированы работы по замене шести лифтов. В ближайшем будущем начнутся работы по замене этих лифтов во втором микрорайоне. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» продолжительностью 1 час запланирован на 26 февраля. Цель акции – это снятие вишневого напряжения, связанного с подготовкой организации ЕГЭ, повышение доверия и информированности родительской общественности о процедурах проведения ЕГЭ-2019. Представитель Центра занятости также читалась о проделанной работе. Безработных на учёте состоит 95 человек. Организациями города подано 13 вакансий. Трудоустроено на постоянную работу 6 человек. В обычном режиме работают ГИБДД, спасатели, пожарная инспекция. Вне штатных случаев не зафиксировано. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Заброшенная 15-этажка, расположенная в центре Смоленска, приобрела нового владельца и будет достроена. В ближайшее время инвесторы хотят осуществить масштабный для Смоленска проект. Решено построить современную гостиницу с фондом в 209 номеров и видом на проспект Гагарина, улицу Кирова и Октябрьской революции. Пятизвёздочный отель станет первым в городе такого класса. В нём оборудуют просторный конференц-зал из ПАЗОНУ. Рядом с гостиницей обустроят парковку. Гостиница обеспечит рабочими местами более 150 горожан и привлечёт в город новых туристов. Шаговая доступность от городских достопримечательностей – ещё один плюс для гостей. Зима в очередной раз проверила на прочность коммунальные службы города, где уборка производилась по плану, а где стихия оказалась сильнее. Обсудили на совещании. Одна из самых популярных тем города продолжает волновать умы жителей и администрацию Десногорска. В начале недели представители организации, чьими силами велась борьба со снегом, предоставили итоговые данные о проделанной работе. Глава города Андрей Шубин и участники общественного совета заслушали доклады ответственных лиц коммунальных служб. В начале снеговпада наша техника начинает работать с 4 утра и до полной уборки снега. Независимо от погодных условий, все службы находились в постоянной боевой готовности. В первую очередь очищались дворы и ликвидировалась колея на автомобильных дорогах. В пиковые часы был задействован весь штат организации и привлечены все единицы уборочной техники. Также производилась уборка улей с песко-соляной смесью. Без уже традиционных сложностей не обошлось. Припаркованный частный автотранспорт затруднял движение спецтехники по дворовым территориям. По этой причине произвести расчистку участков не везде предоставлялось возможным. Отдельно рассмотрелся вопрос об уборке территорий, которые прилегают к торговым объектам. Многие предприниматели работают по принципу «это не мое, я убирать не буду». В результате свисающие сосульки, снег и наледь оказываются серьезным препятствием для всех жителей города. К сожалению, у нас единицы торговых точек, где данная прилегающая территория содержится в удовлетворительном состоянии. Для решения этого вопроса администрации города совместно с общественным советом выдвинут ряд инициатив. Так, уборка прилегающей территории в зимнее и в летнее время должна быть произведена предпринимателями согласно установленным правилам. В случае невыполнения предписанных мер нарушители привлекут к административной ответственности. Также отмечена важность профилактического мониторинга прилегающей территории. Эта работа с предпринимателями позволит контролировать и поддерживать должный уровень уборки и благоустройства занятого ими участка города. Соответствующий проект в скором времени будет подготовлен и вынесен на публичные слушания. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Десна ТВ Как ни старались коммунальщики Смоленска, но избежать последствий своей халатности им всё же не удалось. Огромная глыба льда упала с кровли дома на автомобиль на улице Лавочкина. Водитель не пострадал, в это время он находился в аптеке поблизости. Отметим, что опасный участок территории не был ограждён предупреждающими знаками и лентами. Прибывшие на место происшествия сотрудники коммунальной службы свою вину признали, а не пообещали в ближайшее время возместить нанесённый владельцу автомобиля ущерб. На пресс-конференции в региональном управлении МВД обсудили новые виды мошенничества с картами и устройствами доверчивых граждан. Только за январь этого года в регионе уже зарегистрировано 85 преступлений этой категории. Из них 16 краж. Причём мошенники продолжают придумывать всё новые и новые схемы обмана. Подробности далее. Самым распространённым способом мошенничества по заявлению сотрудников МВД являются звонки из банка. Злоумышленники сообщают о том, что банковская карта жертвы заблокирована или нуждается в дополнительной защите. Обескураженные граждане выполняют инструкцию злоумышленников, чтобы устранить проблему. Но на деле все деньги с карты переводятся на счёт мошенников. По другой схеме жертве звонят с номера 8800 и представляются службой техподдержки. Получив персональные данные держателя карты, лжесотрудники списывают имеющиеся на ней деньги. По-прежнему много сообщений поступает от телефонных мошенников. «Мама, помоги, я попал в ДТП. Нужны деньги для решения вопроса». Эти и другие преступные схемы злоумышленников можно предотвратить, если соблюдать ряд правил. «В первую очередь, естественно, никому не сообщать пин-код, реквизиты, свои персональные данные, ни при каких условиях». Стоит запомнить, что в век цифровых технологий и современных устройств преступники тоже модернизируют способы обмана доверчивых граждан. При любом подозрительном звонке или СМС правоохранители рекомендуют несколько раз проверить полученную информацию и соблюдать максимальную бдительность. В Сафонове с окна третьего этажа выпали две сестры трёх и пяти лет. Девочки играли на подоконнике, затем стали выбрасывать вещи и упали сами. По словам очевидцев, трагедия произошла около полуночи. Мать девочек в это время находилась дома. Сейчас следователи изучают условия проживания детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сёстры находятся в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Благотворительная акция «Мечтаю о доме» пройдёт в Смоленске. Организаторы призывают неравнодушных людей помочь бездомным животным. Мероприятие назначено на 23 февраля у кинотеатра «Современник» с 11 до 15 часов. Животные нуждаются в кормах и консервах, крупах и субпродуктах. Также востребованы впитывающие пелёнки, средства от блох и клещей, предметы быта, подстилки, миски, ошейники, игрушки. Организаторы напоминают, что в холодное время года животным крайне сложно выжить без помощи человека. На сегодня это все новости. Всё самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disneydefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова